В продолжении нашей сессии промышленный дизайн для мира будущего я хотела бы передать слово еще одному нашему важному гостю я рада приветствовать в нашей виртуальной студии первого проректора не ту миссис Сергея Владимировича Салихова. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Елена. Рады, что вы с нами сегодня. Причем с самого утра, потому что куча интересных докладов и это было очень так завлекательно, действительно увлекающе. Какой вам понравился больше всего? Знаете, больше всего мне понравилась интенсия, что в Италии хорошая погода. И я посмотрел за окно, у нас погода совершенно не хуже. И в этом смысле мы имеем, говорят, что, значит, бытие определяет сознание, поэтому мы имеем все возможности в честь промышленного дизайна идти в ногу с нашими итальянскими партнерами. Мне кажется, мы абсолютно конкурентоспособны, в том числе потому, что у нас есть такие университеты, как ваш, которые неизменно входят в десятку мировых рейтингов. И я очень рада услышать ваш доклад, посвященный soft skills для нового поколения инженеров и технологов. Я оставляю вас наедине с аудиторией сразу после вашей заставки. Прошу вас, пожалуйста, время вашего доклада. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, многое из того, о чем сегодня говорилось на этой конференции, совершенно невозможно себе представить без новых подходов к образованию. Вот Дарья Топильская, когда выступала, она говорила о том, что один из основных, в том числе одно из основных направлений работы 2050 Lab, это образовательные проекты. Но надо обязательно понимать, что сейчас общество меняет кардинально запрос на высшее образование. И изменения настолько быстрые, изменения настолько значительные, которые происходят, что эти изменения вынуждают меняться целые отрасли. И в этом смысле всегда специалисты-инженеры и инженерное образование как раз призвано сейчас сократить вот этот разрыв между идеями и практическим воплощением. Мы живем в таком мире, когда реально от фундаментального какого-то открытия до воплощения в изделии, что называется, в железе, может проходить очень короткий путь. И несоответствие вот между навыками, которые имеются у работников и которые нужно для новых рабочих мест, оно сейчас принципиально, потому что сейчас очень важны такие аспекты, как способность решать сложные комплексные задачи, критическое мышление. То, о чем мы говорили сегодня на этой конференции, это взаимодействие с людьми, креативность и так далее. И поэтому выпускники университетов должны не только обладать такими серьезными фундаментальными знаниями, которые позволят им работать, развивать свои hard skills, но и они должны быть готовы принимать решения в условиях постоянной неопределенности, владеть навыками коммуникации, умением работать в распределенных командах. Так вот, если бы пандемии не было, то человечество должно было бы придумать что-то такое, потому что тот период, который мы прожили в этом году, показало нам важность умения работать в распределенных командах, использовать информационные системы, экспертные сервисы для решения профессиональных задач. Вот, например, если мы обратимся к зарубежному опыту, то инженерный совет в Британии как раз опубликовал стандарты профессиональной инженерной компетентности. И среди таких стандартов для инженера, безусловно, есть навыки soft skills. Это такие, как и общение, умение вести переговоры. И мы в университете, понимая это, уже несколько лет запустили программу, во-первых, английского, углубленного английского языка. У нас все студенты получают английский язык, знания по английскому языку, которые позволяют им получить уровень B1 по тесту IELTS, например. А во многих программах, в таких, как наши новые магистрские программы IPHD, курсы по академическому письму, по презентации, составлению резюме, они вообще включены в учебный план. Гибкость, способность к изменениям является важным фактором конкурентоспособности. И вот предыдущий докладчик, наш выпускник Алексей Корфидов, он как раз наглядно продемонстрировал необходимость создания таких навыков для получения новых устройств и новых приборов. Но и, безусловно, ключевым моментом является воспитание в будущих инженерах навыков командной работы. И мы сейчас запустили в этом году такой новый тестовый проект по такой междисциплинарной коммуникации со студенческими командами. И когда студенты, только объединившись в команды с различных институтов, с различных кафедр, когда студенты гуманитарных направлений работают вместе с нашими физиками, инженерами, и они должны создать такой проект и получить грант от университета на реализацию такого проекта. Вот мы провели как раз такой конкурс в онлайн-режиме совершенно недавно, и на удивление могу сказать, что все работы, которые победили в этом конкурсе, так или иначе были связаны с проектом создания готового изделия, в котором промышленный дизайн имеет ключевое и очень важное значение, потому что, например, это были проходы по маркшейдеровскому роботу-беспилотнику, либо специальное устройство для тренинга хирургов и так далее. Но и в этом смысле, безусловно, такие скиллы этика дизайнера и этика инженера являются ключевым моментом, потому что в период роста новых направлений, которые мы сейчас активно наблюдаем, которые связаны с экологией, качеством жизни, медициной, научная этика, но и вообще этические нормы крайне важны. Это связано и с генной инженерией, это связано и с такими вопросами, как ответственность за результат своей деятельности, ну, например, не навредит ли устройство, новый имплантант, либо то, что вживляется в организм человека, человеку и так далее. И проект совместно с членами нашего Международного научного совета, который показал всем нашим студентам второго курса те этические нормы, которые сейчас приняты в деятельности инженера. И, конечно, вот в этом смысле мягкие навыки или soft skills, они органически являются неотъемлемой частью промышленного дизайна, потому что, безусловно, здесь мы понимаем важность наличия творческих подходов и то, что мы сейчас наблюдаем, особенно в области аддитивного производства, 3D-печати, задачи промышленного дизайна, а именно еще связанные с созданием прототипа, они находятся на стыке и дисциплин, на стыке различных знаний и могут быть решены только командой специалистов из различных сфер, которые обладают широким кругозором и уникальностью. И в этом смысле мы считаем, что развитие навыков и умений в области креативности совместно с инженерными навыками или с навыками материаловеческими, необходимыми для аддитивных производств, для аддитивных технологий, сейчас является таким трендом в образовании. В этом смысле я хотел бы поблагодарить Дарью Топильскую за то, что она очень благожелательно отреагировала на нашу идею о создании новой образовательной программы. Мы сейчас вместе с 2050 как раз над этим работаем в области промышленного дизайна, которая бы сочетала в себе и материаловические аспекты, которые, безусловно, сильно представлены в нашем университете и вопросы, связанные с промышленным дизайном. Ну и, безусловно, вот в наших новых образовательных программах, ну, например, технологии для производственной отрасли, студенты имеют модульную систему обучения и могут развивать свои soft skills, которые, создавая задачи для себя, реализуя какие-то конкретные проекты для отрасли, и в этом смысле вот совместные проекты и с трансмашкултингом 120-50 являются для наших студентов возможностью попробовать себя в каких-то конкретных делах. На сегодняшний день, как я уже сказал, для нас является принципиально изменение и создание новых образовательных программ, которые позволят обеспечить нам качественную подготовку инженеров, которые, как уже Алексей Корфидов показал, задача которого не просто отчертить, либо, так сказать, придумать это устройство, но и воплотить в виде прототипа. И в этом смысле инструментом изменить таких подходов мы видим такую цифровизацию с цифровыми технологиями. И для того, чтобы удовлетворить вот возрастающие потребности или изменяющиеся потребности общества, качество образования, мы понимаем, что эти изменения должны коснуться не только вот среды цифровой, либо способов управления знаниями, но и содержание методов образования, обучения, поэтому мы как раз и пошли по пути внедрения непосредственно в новые образовательные программы, вот модульные системы, добавление студентам команды работы, которые как раз и развивают навыки soft skills. Ну и ключевые нововведения – это, безусловно, механизмы, которые позволяют нам интегрировать социально значимые инженерные проекты в образовательные программы. Вот, например, за время пандемии, с учетом, безусловно, безопасной работы, мы, наше подразделение, которое тоже занимается 3D-моделированием, это центр FabLab, занималось изготовлением масок для врачей, которые работают вот в таких условиях, и это действительно было для тех ребят, которые занимались этим проектом, очень важно, потому что помимо творчества они чувствовали себя вовлеченными в социальные проекты, и мы считаем, что это важно в подготовке будущего инженера. Поэтому, завершая, так сказать, вот такое короткое, я бы не сказал, что доклад, такое короткое выступление, которое позволяет нам очертить наше видение подготовки в части промышленного дизайна, в части аддитивных технологий, я бы хотел сказать, что в современной среде мы должны обучать студентов таким образом, что независимо от того, кем бы они ни были, ни стали исследователями, изобретателями, они все должны уметь создавать что-то новое своими руками. И если даже студент по какой-то причине не знает, по какому карьерному пути он пойдет, то мы делаем все для того, чтобы он был готов идти по любому пути и был готов к любым изменениям, используя как фундаментальную подготовку, которую он получает, так и навыки софт. Сергей Владимирович, спасибо большое. Спасибо вам за возможность выступить. Да, мы очень информативны, и вы затронули очень важные темы и про социальные проекты во время пандемии. Кстати, о ней мы не можем о ней не говорить. Для всех это был вызов, и все, кто способен, перегруппировались и перестроили свою работу. Расскажите коротко, как перестроился университет, и давайте посмотрим на ситуацию пандемии, попробуем посмотреть с позитивной стороны. Может быть, какие-то новые методы работы, которыми вы вынуждены были прибегнуть, теперь останемся с вами, когда пандемия уже уйдет. Вы знаете, университет наш был готов, готовился много времени для того, чтобы реализовать массу образовательных программ в цифровой среде. И мы практически сразу же, уже в марте месяце, полностью перешли на онлайн-образование, на онлайн-взаимодействие с нашими студентами, как в таком синхронном режиме, когда часть лекций, занятий мы перевели непосредственно в электронные средства, и преподаватели, и студенты сами могли выбирать, какими средствами коммуникации они воспользуются. Так и созданием онлайн-курсов, которые для студентов были доступны все это время в пандемии. Более того, МИСИС открыл свои онлайн-курсы на национальной платформе открытого образования для свободного доступа студентами абсолютно любого университета Российской Федерации. Ну и, безусловно, мы научились или мы поняли, что использование средств таких коммуникаций, использование цифровых технологий позволяет нам и экономить время, не теряя качество образования, не теряя качество общения. И, конечно же, часть из этого будет использована в дальнейшем. Безусловно, не нужно предполагать, что цифра и онлайн сможет полностью заменить. И полностью, так сказать, мы должны перейти в этот формат, потому что любая техническая наука требует изготовления и работы своими руками. И в этом смысле промышленный дизайн не исключен. И необходимо, так сказать, не просто это все виртуально делать, но и воплощать непосредственно в каких-то макетах. И если вы занимаетесь в университете физикой или техническими дистрибленными, то есть вопросы, связанные с проведением лабораторных практиков, научно-исследовательских работ. Но мы надеемся, что пандемия не будет вечной. И то положительное, что уже разработали, внедрили у себя, оно останется в нашей жизни, дополнившись с традиционными формами обучения и формами образования. Точно надеемся, что пандемия не будет вечной. Я правильно понимаю, что этим летом в университет можно поступить, не выходя из дома? Да. У нас приемная кампания открылась 20 числа. И начиная с этого момента вы можете подать документы в университет, зарегистрировавшись у нас на сайте, не выходя из дома, и быть готовыми к тому, что 1 сентября начнем обучение непосредственно в нашей школе. Отлично. Спасибо вам большое за эту готовность, за ваш доклад. Спасибо вам, Блина. Очень рады были видеть вас сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok